Воскресенье Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Мы продолжаем наше исследование послания апостола Павла к филиппийцам. Сегодня вновь мы возвращаемся к первой главе этого послания. Апостол Павел свидетельствует. Знаю, что это послужит мне во спасение, по вашей молитве и содействию Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Вот такой отрывок, в котором два момента очень важны. Но, наверное, каждый услышал и узнал очень известные, может, знаменитые слова апостола Павла о том, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. И вот об этом мы попробуем сегодня поговорить. Но кроме этого свидетельства, есть еще одно важное свидетельство, на которое хотелось бы обратить внимание. Величие Христа, слава Божья, это есть и цель человеческой жизни, и способ человеческой жизни. Почему цель? Потому что прославлять Бога, как источник блага, как абсолютное совершенство, как источник животворящих сил, как создателя всего сущего, как спасителя, как совершенную благость, неизреченную любовь, как существо совершенное, мудрое, если можно назвать его существом, как невысшее, что может быть мыслимым и немыслимым в этом мире, и вот прославлять его является единственным истинным делом всего существующего. То есть как можно не прославлять того, кто достоин всякой славы? Если мы скажем, что мы хотим прославить другого, это будет ложью, потому что никто другой не достоин славы, не то, что не достоин славы, или достоин славы меньше, чем Бог. Он в принципе не достоин славы, потому что все, что имеет другой, это дано ему Богом. Если человек скажет, что я могу прожить, не прославляя никого, а просто трудясь или живя, так сказать, наслаждаясь жизнью, то это будет еще того хуже, потому что не замечать источник жизни, не замечать то, что ты, чем ты наслаждаешься, источником имеет Бога, это неблагодарно по меньшей мере. И по крайней мере, по большому счету, человек, который не видит того, кто его создал и окружил ему всяческим благом, это человек, который не хочет на самом деле обратиться от каких-то нравящихся ему, утешающих его вещей, к тому, кто действительно эти вещи создал. Он просто закрывает глаза и не хочет подняться к более высшему наслаждению. Если то, что тебе нравится, создано тем, кого ты не хочешь видеть, значит, ты не хочешь большего счастья. Ты просто ограничил сам себя. Ты неким образом положил предел сам себе. Ты не хочешь подлинного счастья. Ты не хочешь видеть больше, чем тебе может быть дано. Но этот человек глуп. И получается, с какой бы стороны не посмотреть, человек просто объективно, в силу законов бытия, в силу здравого смысла, в силу и логичных, и нелогичных вещей, он должен славить Бог. Может быть, это не так, как написано в книге пророка Исаии, который видел ангелов, славящих Бога, восклицающих, свят, свят, свят Господь Саваоф. Может быть, это не так будет. Может, это кому-то не нравится. Но объективным основанием этого мира и живущих в нем сотворенных существ является непременное обращение всего своего восхищенного внимания к источнику того, кто все это создал. Некоторые говорят, что Бог сотворил мир и людей, потому что ему было скучно, ему надо было, чтобы кто-то его прославлял. Это недостойные даже человека мысли, не то что Бог. Он сотворил людей, чтобы поделиться своей жизнью, чтобы приобщить к этой жизни мир, приобщить к этой жизни как можно больше живых существ, чтобы помочь, то есть сообщить им божественную жизнь как можно большему числу людей, сделать их богами, чтобы они испытали то, чем живет он, испытали эту полноту и насыщенность жизни, ради которой он их и создал. А то восхищение и благодарность, которые при этом естественно и законно должны исходить из любого сотворенного сердца, это просто естественно, это как ответ на любовь, это знак взаимности, знак признательности, что некто решил дать мне бытие, меня не было, и он мне дал бытие не просто, чтобы я жил, а чтобы жил так, как он, жил всей полнотой божественной жизни. Это же удивительная вещь, как получив все это совершенно даром, просто меня не было, и вдруг я стал богом. И вот, естественно, в сердце такого облагодатственного существа рождается восхищение, больше, чем любовь, больше, чем формальная благодарность, а просто неизреченное восхищение, хвала, слава, нет слов в человеческом языке, и даже Исаия, описывающий явление ангелов, лишь отчасти передает то, что причастным, чему он стал, потому что он не заглянул в сердце этих ангелов, он просто слышал, что они поют. Так же, как мы, когда видим замечательный хор, или просто поющего, или даже плачущего в умилении человека, или молящегося святого, Серафима Саровского, мы можем увидеть, да, приразиться этому состоянию, изумиться ему, но чтобы пережить то, что сейчас переживает этот плачущий, поющий человек, или молящийся, старец Серафим, для этого надо быть этим плачущим и молящимся. Когда действительно слова благодарности и восхищения, любви, трепетны, и до конца никогда не могущий удовлетворить человека, который благодарит Бога, чтобы почувствовать все это, насколько это неизреченно, возвышенно, сладостно, насколько это достойно всякого человека, насколько это возвышает, одухотворяет, делает причастным жизни всякого человека, для того, чтобы это понять, надо просто начать благодарить. И вот поэтому хвала Богу есть не только цель жизни, не просто человека, а всякого сотворенного существа, даже и неразумного, всякого сотворенного существа, вот для него хвала является еще и способом жизни, неким методом жизни. Как об этом сказано, очень часто порой сказано в Псалтире, особенно много в 49-м Псалме, «Жертва хвалы прославит мя, и тама путь, на котором я явлю спасение мое». Вот этот хвала Богу как путь обретения спасения. Или в том же 49-м Псалме сказано, «Призови меня в день скорби моей я, и измутя, и прославиши меня». Поклонимся святому Господу Иисусу. Вот благодарность Богу, хвала Богу, да, вот там как цель, когда все сердце объято превышающим всякие способности человеческого, человеческой фантазии, размышления, превышающие всякие способности дар Божий, слава Божия, объявшая каждого человека, там это будет нечто особое про то, про что сказано, не видела око и не слышала уха, и на сердце человеку не восходило, что приготовил Бог любящим его, это потом. Здесь, разумеется, люди иногда испытывают, будучи охваченные благодатью, как бы обоняющие воздух, нетленный воздух грядущего Царства Божьего, как бы вкушающие крохи с обещанной им трапезы, иногда люди испытывают удивительное восхищение перед столь возлюбившим их Богом, но гораздо труднее прожить всю жизнь, потому что это жизнь труд и скорбь и терпение, в котором надо стяжать души человеческие, и вот среди этих терпений скорбных обстоятельств непрестанно благодарить Бога, есть не только долг, есть путь, то есть тот путь, который поможет мне среди всех этих скорбей выйти к той самой неизреченной славе, пройти сквозь эту дверь и войти в тот мир, который обещан мне Богом. Это же естественно, если естественное состояние человека быть в непрестанном воспевании неизреченной славы, премудрости, любви, щедрости и благости Бога, то и это состоит цель и содержание моей грядущей жизни, то разумеется самый лучший путь готовиться к нему это непрестанно здесь славить и благодарить Бога. Легко это делать, когда все легко, но христианин должен научиться делать это, когда все тяжело. И это удивительнейшая школа веры, потому что ведь человек, приступающий служить Богу, уверовавший или по крайней мере желающий поверить, он должен одним из оснований его упования на Бога, его веры, как представление и ощущение, что Бог есть источник благости, мудрости, любви, естественно, человек должен постоянно помнить среди скорбных обстоятельств, что вот эти скорбные обстоятельства, эти трудности есть энергия и проявление его божественной забот, его божественной любви, и поэтому он благодарит, и благодаря он все более и более утверждается в вере, в этот мир действительно весь пронизан божественной премудростью, он весь пронизан светом, он весь есть преддверие Царства Божьего, он весь есть явление божественной заботы, в каждое мгновение этой жизни, во всех самых скорбных обстоятельствах этой жизни, Бог никогда не оставляет человека своей заботы по печеньям и любовью, значит, все, что происходит, есть его забота, но чтобы действительно увидеть это, надо надеть нужные очки, и вот эти очки есть око веры, око, то есть некий духовное движение человеческого сердца, которое как бы протирает око нашего ума, и мы способны видеть этот склоненный над нами лик Божий, во всех скорбных обстоятельствах нашей жизни, и вот чтобы суметь протереть око нашего ума и видеть этот свет, предлагается простой способ благодари, случилось что-то, ты не понимаешь за что, почему, для чего, не видишь смысла, смирись и скажи, я верю Господи, что все в твоих руках, ты источник любви и заботы, значит, так проявилась твоя любовь и забота, и смиряясь, и благодаря Богу, человек постепенно очистит только своего ума настолько, что он будет видеть, ничего больше не будет видеть, только действительно расплесканную, разлитую по всему миру любовь Божья, что явил всему миру преподобный старец Серафим, который в завершении своей жизни действительно всегда пребывал в состоянии пасхальной радости, не просто радости, а именно пасхальной радости, потому что он видел славу воскресшего Христа среди всех обстоятельств жизни. И вот только из такого преддверия, из таких предварительных размышлений и можно рассуждать, понять, по крайней мере, то, о чем говорит апостол Павел, что для него жизнь есть Христос. Ведь надо же понимать, какая жизнь. Это и палки, и море, в котором он тонул, и темницы, и побиение камнями, и ненависть врагов, и ненавидящие его иудеи, и предательство братьев-христиан, разрушенные общины, козни врагов, козни друзей, разбойники, препятствия, и много, и много, труд непрестанный, жара, холод, ночные в день, и все это для него Христос. Можно было сказать, что он, как Серафим Саровский, постоянно пребывает в состоянии ощущения живущего, находящего рядом Христа, но на самом деле это Серафим Саровский вошел в меру апостола Паула, для него все в этой жизни было Христос. Вот какой высоты, какого совершенства достигает христианин, если он учится доверять Богу, и школой доверия к Богу является желание благодарить Его среди тех скорбных обстоятельств, которые происходят всякий раз с нами, с людьми. И вот с другой стороны апостол Павел говорит, что смерть это приобретение Христа, приобретение, потому что для него смерть есть встреча с тем, с кем он сейчас неким образом разлучен. Он и видит, ощущает везде присутствие Христа Христа, и в то же время он отключен от Него, потому что Христос до времени Второго пришествия скрыл все великолепие славы своей, все великолепие благодати своей, скрыл, чтобы люди смогли видеть это только очами веры. Апостол Павел хочет непрестанно наслаждаться зрением лика Христова, что он может по его свидетельству созерцать только разлучившись из этого тела. Но он жаждет и большего, он жаждет не только смерти, как предстояние, как то, что он предстанет перед ликом возлюбленного, увидит возлюбленного лицом к лицу не просто свет его, не просто блики его, не просто присутствие его, опознаваемое только духовным чувством, а увидит его лицом к лицу, умом к уму, как сказано в Кандаке, посвященном памяти Григория Паламы. И более того, он жаждет, когда наконец наступит воскресенье, как жаждал этого Иов, чтобы своими очами, телесными очами увидеть телесные очи возлюбленного Христа. Вот это желание скорее достигнуть полноты, то есть и сейчас он живет в присутствии Христа, но он хочет большего. Больший для него является проход вратами смерти, а после этого больше для него будет воскресенье, а потом неизвестно что, потому что, как говорит Иоанн Богослов, что будет потом, мы еще не можем постигнуть. И вот для него это именно и есть встреча с возлюбленным Христом. И в истории церкви, в житиях святых мы не раз встречались с такими свидетельствами, с такими эпизодами, когда умирающий праведник действительно, умирая, встречал со своим возлюбленным Господом, когда к его смертному одру, если можно в таких случаях называть эту постель смертной, когда к его изголовью приходили или силы небесные, или святые, и в конце концов сам Христос, заливая все вокруг светом, и лицо человека, взирающего на лиг Христа, преображалось, светилось неизреченной радостью, восторгом, восхищением, и он говорил, то, что сказал Христос на кресте свершилось, моя жизнь свершилась, она достигла совершенства, я увидел возлюбленного, я иду к тому, кому шел всю жизнь, и человек действительно в этот свет уходит, и вот кончина праведника это свидетельство, которое еще со времен апостола Павла было значимым для всех живых членов церкви, как человек умирать будет, говорили мудрые святые отцы, смерть есть мерило праведное, что было в жизни этого человека, к чему он на самом деле стремился, если всю жизнь он действительно стремился к возлюбленному Христу, то он умирая, переходя через порог смерти, встретит возлюбленного, потому что такова правда, такова природа вещей, невеста истомившаяся по своему жениху, вступающего на порог его дома, естественно видит встречающего его жениха, как и сказано об этом в притче о десяти девах, и таким образом очень важным опять-таки со времен апостола Павла свидетельством церкви была вот эта необходимость встречи со Христом еще здесь, неважно как эта встреча состоится, неважно как она будет оформлена, неважно как она будет пережита, важно другое, мы еще в этой жизни должны вожделеть встречи со Христом, это настолько важно, настолько принципиально, вопрос не в гарантированности, вопрос в том, что войти на порог этого горнего мира, войти в Царство Божье, может только человек желающий туда войти, только тот кому это ценно, только тот кому это очень-очень важно, природа этого Царства такова, что войти туда захотят только те, кому там нравится, а главная жизнь этого Царства это любовь ко Христу, если здесь еще не вожделеть встречи с Ним, если здесь еще не истомиться, ожидая Его прихода, если здесь не почувствовать, что Христос до меня все, если здесь на земле не почувствовать, что смерть это всего лишь встреча с возлюбленным, то тогда смерть может быть страшной, Бог не изречен своей любви и милосердии, изрекать приговор окончательный невозможно, милости Его бездна много, и человеков и скотов спасает Бог наш, но опыт Церкви и православная традиция свидетельствуют и предостерегают, что если здесь не стяжать хоть отчасти вот этого состояния, описанного Павлом, что здесь все для меня Христос, и там смерть есть обретение возлюбленного, то очень шатким становится мое положение, неопределенное, непонятное, нельзя ничего сказать, нельзя ничего подумать заранее, и поэтому лучше приготовиться, лучше стяжать такую любовь, потому что в евангельском повествовании слишком много есть сюжетов о том, как изгоняются люди, даже вроде бы вступившие на порог этого царства, и как за основание рассуждений, что же лучше апостолу Павлу здесь жить или уйти к Богу, чего он больше жаждет, конечно, как большей полноты, он говорит, что единственным критерием является польза церкви, не важно, что я хочу, это не моя жизнь, она отдана Богу, я не свой, я принадлежу хозяину, Господу моему, и как он считает полезнее, пусть так и будет, поэтому, говорит, хотя мне больше хочется жить с Богом, но быть здесь полезнее для церкви, вот эта польза церковная является главным, быть может, иногда единственным критерием того, что нужно делать человеку со своей жизнью, как ему лучше поступить, это не просто том, умирать мне или не умирать, от нас это не зависит, мы не в такой мере, как апостол Павел, додумая от него это не зависело, а вот сделать какой-то шаг в этой жизни, определить свою жизнь как-то, не запутаться в предлагаемых разных желаниях, помыслах, предложениях с тем, чтобы то или другое сделать, человек должен руководствовать всем, а где я большую пользу принесу церкви, как я смогу, не в смысле храму, надо понимать, а именно церкви, как созиданию, духовному назиданию, созиданию жизни человека во Христе. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всего прииде Крестом радостному миру.